Азербайджанский лидер Ильхам Алиев хочет капитализировать славу покорителя Карабаха, так российский политолог Сергей Маркедонов прокомментировал в своем телеграм-канале проведение досрочных президентских выборов в Азербайджане. По его словам, страна изменила территориальные очертания, она все чаще заявляет о себе как не о малой, а как минимум средней державе, весь этот символический капитал Алиев не хочет подвергать инфляции. Что там будет в 2025 году, бог весть, и потому лучше действовать по-ленински сегодня рано, завтра поздно, считает Маркедонов. Ильхам Алиев объявил о проведении досрочных президентских выборов. И хотя его полномочия истекают только в 2025 году, азербайджанским избирателям предстоят прийти на участки для голосования немного раньше 7 февраля 2024 года. Проведение внеочередных кампаний для Азербайджана не является чем-то диковинным, напротив, мы можем говорить о своеобразной традиции. До оговоренных дедлайнов прошли выборы главы государства в 2018 году, а также парламентская кампания 2020. Трудно не заметить, что эти два события были частями весьма своеобразного властного транзита. Сначала конституционные поправки 2016 года расширили президентскую каденцию с 5 до 7 лет, затем в 2017 году супруга Алиева Мехребан стала первым вице-президентом республики, а затем к кампании 2020 в азербайджанских верхах произошла смена составов. Персоны, связанные с таким тяжеловесом как Рамис Мехтиев, а также он сам покинули свои посты. Так президент, сын освобождался от воспоминаний о своем политическом детстве, когда крепкие дядьки Савельичи, но с азербайджанской душой и спецификой словно приглядывали за ним по заветам президента отца. Но что движет Алиевым сыном сейчас? Реальных конкурентов нет ни на горизонте, ни за ним. Проблемы в экономике. Так они совсем не критичны, бывало и посложнее. Геополитика. Так кто смог реально остановить Баку в его стремлении и собрать земли. И вот здесь самое время обратиться к теоретическим построениям великого Пьера Буртье. Ученый в одном из своих трудов описал феномен символической власти как способности формировать или изменять категории восприятия и оценки социального мира, которые, в свою очередь, могут оказывать непосредственное влияние на его организацию. Уходящий год принес Алиеву славу покорителя Карабаха. В этом он превзошел и своего отца, и первых двух президентов республики, про которых в ней сегодня почти никто и не вспоминает. Эту славу азербайджанский лидер хочет капитализировать. Страна изменила территориальные очертания. Но и не только. Она все чаще заявляет о себе как не о малой, а как минимум средней державе. И весь этот символический капитал Алиев не хочет подвергать инфляции. Что там будет в 2025 году? Бог весть. И потому лучше действовать по-ленински сегодня рано, завтра поздно. Аккурат после новогодних торжеств завершить кампанию по переизбранию президента в собранной стране. По факту это станет плебисцитом о поддержке первого лица и доверии к нему. Ведь сегодня даже самые суровые оппозиционеры в Азербайджане не отрицают роли Алиева в сборке государства. А панировать ему именно в таком контексте здесь и сейчас практически невозможно. Новые символы будут вплетены в фундамент президентской легитимности. Пропускать такой момент Алиев не готов, написал политолог. Коснувшись заявления Алиева о том, что его страна не планирует войти в Евросоюз, Маркедонов отметил, что Баку стремится диверсифицировать свою внешнюю политику и внешнеэкономические связи, пытаясь играть роль выгодного партнера и на Западе, и на Востоке, этакая кооперация без интеграции. Малые и средние державы предпочитают такой вариант выбора между сторонами добра и зла, иначе есть слишком большой риск стать то ли Грузией, то ли Украиной 2. Ноли написал политолог. Первое. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, его страна не планирует войти в Евросоюз. Причин две. Во-первых, внешнеполитическая концепция азербайджанского государства не имеет такого целеполагания, а во-вторых, в Брюсселе Азербайджан не ждут. Такой подход резко контрастирует с намерениями трех партнеров Баку-Пагуам Организации за демократию и экономическое развитие. Киев, Кишинев и Тбилиси недвусмысленно ставят своей стратегической целью вступления в Евросоюз. И в этом плане прагматизм Азербайджана сильно отличается от ценностного подхода Грузии, Молдавии и Украины. Второе. Однако данные отличия не должны создавать иллюзии завышенных ожиданий. Сегодня, когда постсоветское пространство зачастую исследуется и оценивается в соответствии с манихейской методологией, она же двухцветная палитра, важно понимать, что критика или несогласие с политическим Западом, определение Ричарда Саквы, не означает ни полного разрыва с ним, ни геополитического разворота в сторону Москвы. Третье. Надежное сотрудничество между Азербайджаном и ЕС — большой актив. Наш энергетический диалог охватывает многие сферы, фрагмент из прошлогоднего выступления Ильхама Алиева. Напомню, что 18 июля 2022 года Баку и Брюссель подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в сфере энергетики. ЕС обращается к надежным поставщикам энергоресурсов. Азербайджан — один из них. С сегодняшним соглашением мы обязуемся расширить Южный газовый коридор, удвоив поставки газа из Азербайджана в ЕС, — сказала тогда в порядке Алаверды руководитель Ницца Еврокомиссии Урсула фон Дерляен. В марте же 2023 года уже канцлер ФРГ, страны локомотива экономики Единой Европы, Олаф Шольце в ходе визита в Берлина Ильхама Алиева констатировал Азербайджан как для Германии, так и Европейского Союза является партнером, значение которого возрастает. Страна обладает большим потенциалом для энергоснабжения как Германии, так и Европейского Союза. К слову сказать, два крупных немецких политика предпочли не замечать проблем с демократией и правами человека на Абширонском полуострове. На сайте Европейской службы внешних связей Евросоюз определяется, как торговый партнер номер один для Азербайджана, который занимает первое место по экспорту и импорту. ЕС также является самым крупным инвестором как в нефтяном, так и в других секторах экономики. 4. При этом, ценя и продвигая экономические форматы взаимодействия, Баку не готов принять в пакете ценностные подходы ЕС, и в этом плане Еврокомиссия куда как милей Баку, чем тот же Европейский парламент, время от времени выдающий Азербайджану желтые карточки. Налицо прагматизм и реализм, четкое разделение выгод и возможных издержек. Азербайджанские власти могут подвергать критике действия отдельных членов Евросоюза, в особенности Франции за ее проармянские позиции, а также игнорировать переговорные площадки ЕС, брюссельский или мишелевский формат. Но это не будет означать отказа от экономической кооперации. И уж тем более Баку не поставит себя в ситуацию выбора. Россия или Запад. В апреле 2023 года в рамках инициативы Саладера Теринг, предложенной Болгарией, государственная нефтяная компания Азербайджана подписала меморандум о взаимопонимании с операторами газотранспортных систем четырех стран Восточной Европы, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии, а Ильхам Алиев при этом назвал данный документ важным и своевременным шагом в диверсификации энергетических ресурсов. Пятое. И последнее определение, ключевое. Баку стремится диверсифицировать свою внешнюю политику и внешне экономические связи, пытаясь играть роль выгодного партнера, и даже союзника, и на Западе и на Востоке. Во многом по тем же лекалам выстраивается и его ближневосточная линия, лавирование между Израилем, Ираном и Палестиной. Паки и паки малые и средние державы предпочитают такой вариант выбору между сторонами добра и зла. Иначе есть слишком большой риск стать то ли Грузией, то ли Украиной 2.0, написал Сергей Маркедонов.